Дата визита ученых символична. Осмотря территорию Луковского леса и заливные луга, специалисты приехали прямо накануне Дня орнитолога, который празднуется в России 19 февраля. Создание в Борках биосферного парка социальной инициативы застройщика компании «Зеленый сад», которая в скором времени планирует возвести в этом районе новый жилой комплекс. Уже на этапе проектирования к масштабному экологическому проекту подход ответственный. На территории Луковского леса должен быть очевидный биосферный парк, который позволит сохранить редких птиц, которые здесь есть, и с помощью бирдвотчинга или других активностей помочь и рязанцам, и детям рязанцам в первую очередь любить нашу природу и расти в любви гордой к природе. С первого взгляда ученым понятно, потенциал у территории огромный. Теперь важно грамотно ее освоить, что называется, огранить этот алмаз. Да, они вот такие ландшафты создают искусственно. А здесь Господь Бог создал такой ландшафт. И, конечно, логично и правильно будет его использовать в качестве зоны рекреации, зоны отдыха и места, которое бы украшало и было туристически привлекательным, еще одним привлекательным местом для исторического города, древнего города Рязани. Мы приехали из Москвы посмотреть на месте, на ваш замечательный лес, на эти вековые дубы с орнитологами города Рязани. Распланировать здесь замечательный рекреационно-экологический парк. По словам ученых, благодаря созданию биосферного парка площадью почти 700 гектаров удастся защитить ценные биотопы уникальной экосистемы Барковской поймы Аки и даже расширить видовое разнообразие. Площадь позволит создать абсолютно разные природные зоны, при этом доступные для человека. Можно посадить и нужно. Ясень обязательно. Это просто ключевое растение для снегирей. И второе, более универсальное растение – это рябина. Мы нуждаемся в идеях наших коллег, орнитологов, ученых из Москвы, которые имеют опыт подобного сопряжения природной среды и инфраструктуры, чтобы люди могли в цивилизованном ключе наблюдать с природой, не мешая ей при этом жить. Впереди долгая многомесячная работа, но для начала ученые из Москвы дадут техническое задание по изучению территории, после чего уже предложат концептуальное решение. В самых смелых задумках создание соколиного питомника для развития исконно русского занятия – соколиной охоты, эстакады через заливные луга, по которой во время разлива люди смогут прогуливаться, оборудование площадок и вышек для наблюдения за птицами и многое другое. Свой полет фантазию ученые не ограничивают.